здравствуйте в эфире программа перекресток и у нас сегодня хоккейный гость директор хоккейного клуба северсталь николаевич конаков добрый вечер владимир и добрый вечер болельщики зрителей начнем нашу передачу в разгаре сезона же более того уже экватор преодолен много событий произошло за это время интересных уникальных даже в чем-то но пока может коснемся турнировое положение до 14 матча буквально остается до финиша предварительного этапа хорошее турнирное положение как может быть никогда в последние годы много достижений 57 процентов очков шестое место в лидерах в большинстве по игре в большинстве в лидерах по игре в меньшинстве три шайбы с этим за игру команда забивает тоже лидеры по заброшенную шайбу не бывал для результат для команды опять же в последние годы что из этого может быть ожидали вы до старта чемпионата или все прогнозы превышены сразу хочу сказать что до прогнозы превышены единственно что тайно ожидали что все-таки будет плей-офф уже традиционный можно сказать четвертый по счету но все остальные там показатели это как сказать сопутствующие но в этом году они были превышены много личных рекордов тот же пилипенко уже там 25 что ли забил шайб это 26 до это уже лучший рекорд клуба да поэтому все все только растет развивается и усиливается поэтому мы очень серьезно нацелены на плей-офф и плей-офф у нас уже не первый год принципе есть уже и опыт и как себя вести как играть понятно что все зависит от соперника но тем не менее хочется и порадовать болельщиков и нам самим уже ступить на следующую ступеньку плей-оффа один из самых приятных на рекордов до рекорд посещаемости в этом сезоне ну там другие цифры еще будут подведены но визуально очень много болельщиков ходит здесь что главным фактором является интересная игра команды хорошие результаты может быть работа с болельщиками усилена удобства покупки билетов ну что что влияло в первую очередь на вот такие результаты ну понятно что приоритете это результат команды но вначале у нас не очень хорошо получалось но тем не менее народ пошел сразу книга и мы это заметили тут много разных косвенных факторов которые на это повлияло и там и календарь удобный неудобный да в большей степени удобный и опять же скажу что зрелищность игры это быстрый комбинационный короткий пас командой то есть это то что нравится зрителям много обилия голов там больше трех голов за игру это все нравится болельщику соответственно зритель пошел и у нас сейчас больше чуть больше 80 процентов посещаемость поэтому это очень хороший результат я надеюсь что он еще к концу регулярно чемпионат подрастет а в плей-офф вообще у нас будет запредельные аншлаги да мы правда такое взвешенное решение приняли продавать билеты через интернет это удобнее это дешевле избегая там очередей все остальное в принципе это система доказала себя то что на существование да и принципе у нас сейчас через кассы в день игры подается всего лишь 45 процентов 5 тысяч нужно понимать 200 билетов максимум то есть на все остальное продается через через интернет через электронную площадку а насколько постоянно аудитория как-то возможно это оценить да вот есть такое подобие абонементов до когда люди на один держит места покупают билеты и вот такая скользящая скрым так публика кто они да вопроса много задавали про абонемент у нас абонементы закончились в двадцатом году когда началась пандемия там это был риск отмены матчей там возврата билета все остальное поэтому тогда приняли это решение принципе продолжаем теперь делаем ставку на отдельно взятый матч то есть чтобы зритель пришел посмотрел и так далее да у нас есть такая предпродажная скажем так внутри себя называем priority pass система что болельщики которые начале сезона ставили заявки за ними закрепляется их место и они в приоритетном выкупе за сутки до матча не могут свое место конкретно выкупить никто его не займет соответственно если за сутки он ну там за 20 часов он не выкупил это место то во место выступу выходит в общую продажу принципе все довольны и болельщики которые свое место за столбили тогда и те кто в последний момент купил билет и попал на на матч вот один из главных страхов болельщик когда в череповце это то что команда как только оказывает результат до сразу начинается охота за игроками ведущими насколько здесь уже возможно подстраховаться до на данный момент и что же сделано может быть потому чтобы сохранить состав это знаете вечная история можно говорить о том что у кого деньги тот и прав там да тем не менее есть же и контрактные обязательства все остальное работа конечно ведется мы понимаем что команда только становится это еще даже даже целый сезон очень отыграли можно сказать там шесть месяцев и есть прогнозы и перспективы удержания этой команды на следующий сезон и развитие этой команды чтобы там обросли мышцами опытом все остальное поэтому у нас все игроки ну практически все игроки подписаны на два и более сезона то есть сейчас без контрактов по окончании сезона только четыре игрока по сути это тихонов который становится неограниченно свободным агентом вправе выбирать вообще любую команду не обязательно северстай это гуслистов у него контракт заканчивается но в принципе работа ведется и так как он ограничено свободный агент молодой он просто так уйти не может то есть это будет уходить через компенсацию это примерно даже схема как или в прошлом году там тем же гераскин например есть просто так уйти нельзя ну еще есть жабреев у нас и и и и барберио в принципе поэтому с легионерами всегда такая у нас история времена в череповце о том что мы их на год заключаем и в принципе там продлеваем там и так далее поэтому принципе все кто возможно могут уйти они не уйдут обычно легендами клуба ставятся игроки до которые много сезонов подряд выступают в команде последнее время все меньше до таких хоккеистов вот чем это связано с имя сложно удержать нет именно таких людей которые преданы команде в чем здесь причина и насколько это вообще на самом деле хорошо для команды тут понятно такой вопрос со звездочкой называем так да да у нас была такая веха в нашей истории о том что мы пропагандировали игру нашими воспитанниками там или игроками которые прошли через нашу школу через наши молодежные команды но тут во первых поменялся стиль игры таких быстрых там не знаю там скажем так по хоккейного умных хоккеистов в чпc ну скажем так трудно собрать всю команду там 20 человек поэтому понятно что есть те кто нас вовченко уже там десяток сезонов у нас был до пришлось с ним расстаться как бы это не грустно звучало но тем не менее но и молодые-молодые вот тут тот же например пьянов да вот он его в летом взяли и он сейчас весь сезон играет в алмазе вот он пройдет все шкулы алмаза и дай бог там следующем году зайдет будет он считаться нашим не нашим палка двух концах ну я могу сказать что и есть конкретно череповецкие звездочки тот же например там мельчаков у нас вратарь 2007 года он еще по сути школьник он и хоккейную школу еще не закончил не общего развивать ничего не закончен тем не менее уже играет на боль на таком высоком уровне в алмазе в молодежной хоккейной лиге и сейчас там основной вратарь поэтому у всех есть шанс и соответственно вся все подрастающие поколения которые выходят из школы которых мы привозим там на взрослых возрастов всем даем возможности поиграть металлурги в алмазе соответственно прямая дорога до до кхл вратарскую тему слегка затронули самойлов стал открытием 24 года сейчас не только для северстали но и для всей лиги лучшим ударем недели признан здесь тоже вот насколько это стало неожиданностью может быть для вас да . когда его приглашали какие были планы и получил шанс если бы не обстоятельства ну еще раз повторюсь свою фразу скажу что всегда есть шанс понятно что он попал в определенное место в определенном времени ему дали шанс себя реализовать чем он воспользовался когда мы его приобретали летом понятно права были у цска и мы его реально покупали за деньги то есть мы не сторонники там скажем так покупать игроков за деньги потому что это опять же там бюджет все остальное но тем не менее мы пошли на такой шаг понимая что связи с тем что случилось в мировой там да в мировом спорте то что у нас нет выхода на мировую арену ограничено количество позиций хоккейных первую очередь вратарей вратарей это прям дефицит мы сейчас все прекрасно видим там команды без вратарей не могут играть вроде команды топовые но вратари подводят там и тем не менее поэтому мы когда принимали это решение чтобы его купить у нас было два момента нам он точно поможет в любом случае да и возможно скажем так на этом еще заработать денег как бы это не кощунственно не звучало но хоккеисты это тоже скажем так продаются и покупаются да за это получается деньги тем самым мы можем свой бюджет каким образом пополнить или там поменять его на другого какого-либо игрока там знаешь нас например защита там не очень хорошо поэтому могли бы его поменять там на одного перспективного или там двух там тут уже тут работа скаутской службы все остальное поэтому да тогда была прямая такая задача привести третьего вратаря то есть да у нас есть возможность его было отправить там буран там получал практику у него нету опыта не было опыта игры в кхл поэтому тут и определенный риск был мы понимали что всегда мы свои как бы вложения от объем ну тут результат произошелся из ожидания но стоит заметить что еще играть порядка 14 матчей поэтому так случилось кто бы мог подумать что наши основные вратари на которых делали ставку получат травмы причем буквально так короткий срок сейчас как-то его от избыточного внимания нужно охранять до чтобы не перегорел уже сейчас потому что слишком много на обрушилась на него буквально за пару недель ну по-своему вот могу сказать что вратаре это такая отдельная скажем так каста хоккеистов которые живут в своем мире они там какой-то свой мир они бывает что вообще отрешены от реальности живут в своем поэтому вратари все-таки скажем так более созредоточены на игру и уже самоилов может там уже взрослым можно так сказать двадцать шесть молоде лет поэтому уже много чего повидал поэтому психологическое состояние должно стоять там на первом месте понятно что к нему большая большое внимание открытие такое он понимает что если он сейчас себя не покажет возможно дальнейшего карьера в кхл может и закончится закончится на уровне высшей всероссийской хоккейной лиги поэтому ему сейчас скажем так флаг в руки и он должен там как белка в колесе показать все на что способен что его научили какой приобретел приобрел когда опыт и который и какой опыт приобретать сейчас унитогорску обратимся 5 человек до из прошлого состава который сейчас принципе ключевую роль играет мне нагрузка клубе весь тренерский штаб из череповца то есть смотрите ли за выступлением этой команды с какими чувствами может быть с каким интересом и в чем этот интерес может да все там игроки тренерский штаб знакомые близкие люди поэтому в любом случае всегда обращаешь внимание на результат как они там сыграли как они там с нами сыграли да и как они у нас тут сыграли поэтому связь поддерживаем там общаемся до игроки тоже принципе там опять же возвращаясь к предыдущим вопросам рано или поздно всегда приходится делать выбор или ты там уходишь да или ты остаешься но те кто ушли приняли этот выбор да и соответственно я думаю что на пользу всем как бы зациклиться на одном месте никогда не нужно поэтому дай бог кубок светит и мы только будем рады посмотреть куба гагарина череповце когда они привезут его сюда андрей разин пять лет в череповце отработал на такой большой период после этого может быть теряется навык до поиска нового наставника ну не то чтобы навык да но все-таки вот из этого процесса выпадаете то есть как искали ему замену на что прежде всего обращали внимание на и почему в конечном итоге на андрея козыреве был восстановлен этот выбор ну да при при работе андрея разина у нас была молодая команда или об этом уже неоднократно отмечала то что у нас молодежь развивается и все остальное поэтому привлекать тренера например уровня сборной назовем тогда то есть он этот тренер будет работать уже состоявшимся хоккеистом и рисовать условно только тактические схемы и соответственно но мы понимаем что у нас молодая команда и перспектива молодой команд будет продолжаться поэтому вектор не меняем именно по возрастному уровню хоккеистов и должны были принять такое решение что тренера не только знаю тактикой заниматься должны воспитывать хоккеиста все еще обучать обучать и обучать рынок на тот момент был не особо такой скажем так насыщены были сделаны ставки там андрей козырев скажем так был в приоритете мы с ним долго вели беседы переговоры в принципе он согласился наши условия и теперь у нас и думаю что продолжит еще нас радовать пока он довольно скромно до себя ведет на тренерском мостике всего один тренерский запрос опять же это контрастирует с прошлыми сезонами на когда анрии разин довольно активно общался с арбитрами здесь чем причина просто это склад характера или что-то еще может быть или спорных моментов может меньше возникает теперь андрей разин он по своей натуре очень скажем так вспыльчивый да очень скажем национальный и очень рискованный понятно что у меня есть какое-то внутреннее чутье когда он там меняет вратаря там шестого полевого много было таких случаях матчевые танцы и так далее но это понятно это все приходит с опытом и соответственно то что касается андрея козырева он более скажем так прагматичные то есть вам больше скажем так за верность решения и так далее поэтому не особо по моему мнению не особо он такой рисковый но тем не менее если у него там есть какой-то вектор он его придержится у него есть планы он его придерживаться ну за просто сейчас большой роль стали играть в результате плей-офф наверное еще значимость вырастет то есть в клубе как-то вот эту бригаду помогающую главному тренеру усиливали и как как она вообще может быть тоже специально готовится повышает свою квалификацию скажу очень прямо мы понимаем что за вот этой цифровизации вот этими съемками и все остальное при быстротой принятия решения сейчас как бы будущее плане того что это может сказаться и на результат на все остальное мы летом полностью поменяли эту бригаду пригласили специалиста из системы ска да такое возможно нам приехал молодой парень вот он рассказал о своем опыте да мы заменили оборудование поменяли там камеры ноутбуки программу которая все это анализирует принципе летом подошли очень так скрупулезно к этому моменту поэтому есть такие есть плоды этого решения соответственно ну то что был взят один запрос но он сработал на сто процентов не было такого что взяли запросы не получилось получили две минуты ну вопрос уже плей-офф приближаемся да то есть опять же говорим о том что молодой тренерский штаб не такой опытный скажем так молодая команда может ли это повлиять как-то на игру команды уже в плей-офф да когда характер игр меняется опять же тот момент что в силовой хоккей да старается теперь стал сейчас не играть до брать скоростью все это в плей-офф может не может ли стать минусом для команды у меня бы не сказал что это прям минус ну вот возьмите тот же например нижний ногорд прошлого сезона очень хорошо прошли во второй раунд с тем же там молодым составом тем же комбинационным быстрым хоккеем принципе ну как к этому готовиться понятно что хоккей жесткая игра но я не скажу что прям у нас есть кому постоять за честь там команды игроков принципе просто наш стиль и козыревы и ребята уже все это прекрасно понимают что ну это мы не за силовую игру мы лучше за скорость быстроту принятия решений за короткий пас и комбинаторик вот за скрытые типосы там последние игры смотришь и даже комментаторы и там для каналах удивляются как они вообще пас дают как они там его принимают некоторые говорят что на ее но в игре там очень сложно что-то дома наиграть и в игре этим пользоваться понятно что есть стандартная ситуация смонтов брасы для там и там большинство но иногда там такие я до себя и называют вологодские кружева плетем контроль шайбы в чужой зоне крутим вверх тем посылка все прямо интересно захватываю вы сказали что перед сезоном до думали что попасть плей-офф было бы уже очень хорошим результатом не выросли аппетита уже по ходу чемпионата да да это аппетиты растут и мы тебя прекрасно понимаю что сейчас девятое место отрыв 20 очков это за последние нужно все проиграть соперником все выиграть ну прям нереально даже брать там условно 50 процентов невозможно поэтому уже уже готовимся у его понятно что непонятно когда когда мы конкретно начнем 1 или 2 марта непонятно кто будет соперник то это можно гадать там на кофейной гуще там может потом спустимся на одно место на борт поднимемся на одно место тут не в этом подготовка ведется это первую очередь там скажем так рассчитываем варианты рассчитываем бюджеты заказывается какая-то атрибутика уже именно стилистике плей-офф и так далее потому что время поджимает и естественно хотелось бы более основательно к этому подойти чтобы не последний момент там болельщикам удивить тем или иным сувениром или там еще чем-то ну и на главное это будет своя игра в плей-офф который ничего у нас не поменяется вы видите если вы следите за там после матча пресс-конференциями уже можно сказать мем для леонидович все время говорит это наша игра это наш стиль и мы его не меняем то есть тут мы не будем прям подход от противника или под кого-то менять свой стиль игры то есть мы весь сезон к этому шли и соответственно будем пропагандировать пусть лучший соперник под нас подстраиваться николай викторич конаков нашим гостем сегодня директор хоккейного клуба северсталь удачи на финише предварительного этапа ну и все ждут плей-офф приглашаем всех болельщиков на последние игры регулярного чемпионата и плей-офф в марте стартуем ждем всех любого дворца до свидания спасибо до свидания и Субтитры подогнал «Симон»